Сотрудник заповедника Ратленд Уотер Джо Дэвис во время очистных работ на водохранилища заметил что-то большое и странное, торчащее из грязи. Джо подумал, что обнаружил останки динозавра. К месту находки была вызвана группа палеонтологов. Во время проводимых раскопок оказалось, что это не совсем динозавр, а окаменелые останки не менее древнего 10-метрового морского хищника самого крупного из всех, до сих пор обнаруженных на территории Великобритании. Ученые пришли к выводу, что перед ними останки их теозавра, теплокровного, дышавшего воздухом морского хищника, немного напоминавшего современных дельфинов, но достигавшего в длину 25 метров и жившего 250-90 миллионов лет назад. Работы по извлечению скелета на поверхность возглавил палеонтолог Манчестерского университета доктор Дин Ломакс. По словам ученого, благодаря своему размеру и сохранности, это одна из величайших находок в истории британской палеонтологии. Обычно их теозавров и других морских рептилий находят в юрских отложениях вдоль побережья Дорсета и Йоркшира, где останки появляются на поверхности в результате эрозии почвы. Но здесь, в глубине острова, это очень необычная находка, говорит доктор Ломакс. Заповедник Ратлинд находится почти в 50 километрах от побережья, однако 200 миллионов лет назад здесь был мелководный океан. Особое внимание было уделено крупному черепу рептилии. Сначала огромный массив глины весом почти в тонну, в котором находился череп их теозавра, был аккуратно окопан по периметру. Потом его закатали в гипс, поместили в деревянную опалубку, и лишь после этого осторожно извлекли из земли. Компания Англиан Water, которая управляет Ратлиндским водохранилищем, сейчас занята поиском спонсоров, чтобы оставить их теозавра в заповеднике. Здесь его могли бы увидеть многие посетители. На севере Ирака, примерно в 110 километрах от Масула, расположены руины древнего города Хатра, которые с 1985 года включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представлял собой большой укрепленный город, основанный примерно в III-II веках до н.э. при династии Селевкидов и разрушенный в середине III века н.э. войском иранского шахеншаха Шапура I. Своего расцвета Хатра достигла во II-I веках до н.э., когда была религиозным и торговым центром Парфянского царства. Ученые отмечают, что это наиболее хорошо сохранившийся пример Парфянского города. Он был окружен крепостными стенами длиной около 6 км, которые в частности уберегли его от захвата римлянами. Значительную часть территории этого города занимают многочисленные храмы, в том числе храм бога Шамша, огромное сооружение со сводами и колоннами, которое в древности достигало 30 метров в высоту. Помимо остатков зданий, здесь нашли многочисленные предметы искусства, скульптуры, статуи, рельефы. В одном из айванов этого сооружения исследователи нашли важные скульптуры и фризы, на двух из которых была изображена богиня Аллат, сидящая в дамском седле на одногорбом верблюде. Первоначально на фризе были изображены 11 фигур. В центре находился бородатый мужчина, в короне интерпретируемый как царь, а по обе стороны от него расположены по пять животных. Прошлые исследователи отмечали, что два ближайших к человеку парнокопытных были двугорбыми верблюдами. Вот как раз изображение, а точнее внешний вид этих животных очень заинтересовал исследователей. Археологи указали на необычные особенности этих двух верблюдов. В то время как у левого присутствует длинный шерстяной покров на шее, плечах и голове, у правого его нет, поэтому он визуально похож на драмедара, одногорбого верблюда, камелос драмедариус. Исследователи также подчеркнули, что горбы этих животных разделены лишь небольшим углублением. Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что два ближайших к царю верблюда были гибридами одногорбого и двугорбого верблюдов. Исследователи отмечают, что гибрид одногорбого и двугорбого верблюдов – гораздо более сильное и выносливое животное, способное переносить около 400-500 килограмм, то есть как минимум вдвое больше обычных представителей данного вида. Этим объяснялась коммерческая ценность таких парнокопытных. Видимо, все это сподвигло жителей данного региона к дальнейшему разведению гибридов этих животных, которое, похоже, началось в римско-парфянское время. В Национальном антропологическом музее в Мехико есть удивительные артефакты, найденные археологами в древних индейских захоронениях. Совершенно непонятно, как и чем древние жители Мезоамерики смогли все это изготовить. Ведь, следуя постулатам официальной науки, они не обладали сложными машинами и механизмами для обработки твердых материалов. Вот посмотрите, перед вами шар правильной формы из обсидиана. Сложно представить, что его изготовили вручную, а не на станке. Можно, конечно, предположить, что у древнего мастера было много свободного времени, и он скрупулезно изо дня в день сначала обрабатывал хрупкий материал, а затем его еще и отполировал до идеальной круглой формы. А как вам вот это? Казалось бы, ничем не приметный экспонат. Однако в нем присутствуют следы сверления, видимо здесь пытались выбрать внутреннюю часть материала при изготовлении предмета. Невероятный артефакт, в котором отчетливо видно, что его сверлили, но как и чем, тайно. Хотя, возможно, именно вот этим предметом, который вы сейчас видите на экране, проводилось сверление, ведь по внешнему виду он напоминает сверло. И если предположить, что с помощью этого инструмента происходил весь процесс обработки, опять же возникает вопрос, как именно. Ведь этот предмет винтовой формы изготовлен из очень хрупкого материала. А вот для чего действительно использовался данный винтовой артефакт, ученым неизвестно. Трудно себе представить, что все это изготовлено вручную, без машинных технологий. Здесь же можно увидеть еще один необычный предмет, это диск, изготовленный из обсидиана, диаметром в 10 см, и очень напоминающий по форме привычные нам компакт-диски. В чем же состоит уникальность данного экспоната? Дело в том, что обсидиан – это вулканическое стекло. Очень удобный материал для простой обработки благодаря своей хрупкости. Даже при небольшом ударе обсидиан раскалывается так, что образуются осколки с очень острыми кромками. Ими легко разрезаются мягкие материалы, например, кожи или мяса. Однако стекло есть стекло, оно легко колется. Но колется так, что ровных поверхностей, таких как на диске, не образуется. Получить простым раскалыванием куска обсидиана такую плоскость просто физически невозможно. Для этого нужны уже совсем другие технологии обработки. Обсидиан для начала надо распилить или разрезать, а потом еще и полировать, ведь поверхность диска отполирована. И вот тут-то как раз и начинаются очень серьезные проблемы для той картины прошлого, которую историки нарисовали для Мезоамерики. Дело в том, что обсидиан легок в обработке, когда используется простое скалывание материала. А вот его резкая или распиловка. Задача очень непростая. Твердость обсидиана на уровне 5-6 по шкале Муаса. Весьма и весьма высокая. Такую твердость имеют, например, привычные нам стальные ножи и некоторые напильники. В современном процессе обработки изделий из обсидиана используют твердые абразивные диски, которые вращаются с большой скоростью на специальном оборудовании, либо можно использовать инструмент типа электрической дрели. Но ведь, согласно официальной версии историков, у индейцев древних цивилизаций не могло быть такого технологического оборудования, которое есть сейчас, и они просто не могли изготовить такой диск. Однако, это официальный экспонат, который современная археология и история не позиционирует как поделку. В этом же музее есть еще один интересный предмет, относящийся к той же эпохе. Это изумительная чаша в виде обезьяны, также изготовленная из обсидиана с применением достаточно высоких технологий, качество ее просто совершенно. И дело даже вовсе не в замечательно отполированных мельчайших деталях фигуры обезьяны, а в безукоризненном исполнении самого сосуда. Для того, чтобы выбрать материал изнутри, нужен очень твердый инструмент. При этом надо умудриться не расколоть весьма хрупкий обсидиан. И главное, нужно было как-то изготовить сосуд таким образом, чтобы на глаз не было заметно ни малейших отклонений от правильной круглой формы как венчика сосуда, так и любого видимого поперечного сечения внутренней полости. Создатель же обсидиановой обезьяны, похоже, не испытывал никаких затруднений при создании своего шедевра. По крайней мере, именно на такое предположение наводят другие изделия из этого материала. Например, странные предметы, которые очень сильно напоминают. Шпульки. Катушки для ниток, применяемые в современных швейных машинках. Они даже по размерам практически одинаковые. Характерно, что в современных технологиях шпульки для швейных машинок штампуют из пластмассы, а в прошлом веке изготовляли из металла. Древние жители использовали их как украшение и вставляли в невероятно растянутые мочки ушей. Но как их изготовили? По мнению исследователей, для изготовления таких шпулек из обсидиана нужен как минимум токарный станок. Ведь для того, чтобы обсидиан не скалывался, а срезался, нужна большая скорость вращения заготовки. Но ведь, как нам известно, у древних индейцев не было токарных станков. И тут напрашивается вопрос. А может в древности существовала неизвестная историкам цивилизация, которая обладала высокими технологиями обработки камня и других сверхтвердых материалов? Цивилизация погибла, а индейцы просто нашли данные артефакты и стали использовать их в быту, найдя им свое применение. Немецкие исследователи, проводившие раскопки в древнем египетском городе Атрибис, обнаружили более 18 тысяч глиняных черепков астраконов возрастом около 2000 лет. Осколки посуды были гораздо доступнее, чем дорогой папирус. Их повсеместно использовали для записей, расчетов, квитанций и коротких писем. Наука располагает астраконами множество эпох, начиная от нового царства до арабского завоевания. Однако эта находка – крупнейшая с начала 20 века. Судя по всему, как предполагают ученые, археологи раскопали школу. Подавляющая часть записок – это арифметические задачи, грамматические упражнения, числа, месяцы и так далее. К тому же археологами были обнаружены изображения Павиана и Ибиса, священных животных Тота, древнеегипетского бога мудрости, а также неуклюжие детские рисунки. Большинство заметок написаны дематическим шрифтом. Он был распространен во время правления фараона Птолемея XII, отца Клеопатры, который находился у власти сначала с 81 по 59 годы до н.э., а затем с 55 по 51 год до н.э. В это время Атрибис был столицей египетского государства. Различные языки, которые были нанесены на найденных астраконах – греческий, арабский, коптский – иллюстрируют мультикультурную историю города, а также высокий уровень образования. При этом уже тогда нерадивых учеников наказывали так же, как и в наши дни, заставляя писать одно и то же по множеству раз. Об этом свидетельствуют более сотни астраконов, покрытых повторяющимися иероглифами. И, наконец, часть записей – это финансовые расписки. Сопоставимая по объему находка была сделана в начале прошлого века. Тогда археологи обнаружили многочисленные фрагменты письменности в древней деревне Дейр-эль-Медина, расположенной чуть ниже по течению Нила. Однако эти древние тексты в основном представляли собой заметки о медицине и врачебной практике, тогда как астраконы Атрибиса могут многое рассказать о повседневной жизни в одной из самых могущественных цивилизаций древности. В заболоченной Канаве, недалеко от деревни Твайфорд, графства Бакенгемшир, Англия, группа археологов обнаружила исключительно редкую деревянную статую ранней римской эпохи. Артефакт частично разрушен, но все еще представляет собой узнаваемую резную деревянную статую мужской фигуры, одетой в тунику. Статуя высотой 67 см и шириной 18 см была определена как римская, о чем свидетельствует характерная римская шляпа, прическа мужчины, а также другие показательные детали. Археологи предварительно датировали деревянную статую первым веком нашей эры. Именно тогда началось римское завоевание Британии. Археологи отмечают, что они не ожидали найти такой редкий и ценный артефакт, лежащий в открытом поле. Когда они впервые заметили его в Канаве, то подумали, что это просто испорченный кусок дерева. Только при ближайшем рассмотрении они поняли, что это резная деревянная статуя и, вероятно, довольно старая. Секрет сохранности древнего артефакта кроется в почве Бакингемшира, довольно богатой глиной. Поскольку насыщенная глиной земля в значительной степени непроницаема для кислорода, гниение древесины, попавшей в такую почву, резко замедляется, и поэтому деревянная статуя сохранила большую часть своих первоначальных черт. Во времена Римской империи деревянные фигурки этого типа часто готовили как погребальный инвентарь или дары богам. Возможно, именно для этого и предназначалась эта статуя, но поскольку артефакт был найден изолированно, а не на Римском кладбище, археологи пока не уверены в своих выводах. Текущая оценка возраста статуи будет либо подтверждена, либо опровергнута в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok